давайте разобьем это интервью на две части первая часть это вопросы которые нам задают часто подписчики и вот я такие самые популярные выбрал чтобы вы смогли на них ответить а вторая часть я могу на любые вопросы а вторая часть это было чисто вопрос от подписчиков которые вчера у нас был пост они вот вам составили вопросы которые бы они хотели чтобы ответить вот давайте вы говорили что у вас никто этот вопрос не спрашивает хотя его нужно спрашивать как вы научились торговать самоделкин я когда я пришел в индустрию в девяносто шестом году вообще дей трейдинг пошел с девяносто первого года всего было несколько компаний в америке которые занимались чисто электронными торгами и когда я пришел в индустрию девяносто шестом году в девяносто получил лицензию фирме было всего 37 человек то есть все были по сути дела ну тогда книжек не было читать нечего было смотреть никого было практически да и трейдинг не был развит как индустрия и я просто сам стал смотреть графики замечать какие-то закономерности тем более я пять лет всего был в америке как бы по-английски мне был там не супер хороших да и трейдеры такой народ и мне очень разговорчивые и делиться не сильно хотели поэтому приходилось сидеть нам было единственное что мне очень повезло что нас было двое я и мой партнер мы пришли вдвоем много лет потом были партнерами и мы в принципе эти вещи делали все вместе и просматривали но в основном тяжелая работа с 4-15 утра каждый день и сколько у вас времени заняло чтобы начать через четыре месяца первые я получил первый чек то есть вы пришли куда-то какую-то компанию компания называлась волку до 400 долларов это был мой залоговый депозит и через четыре месяца я принес первые деньги первый год в трейдинге я заработал 300 тысяч я пошел в ноябре девяносто восьмого с девяносто девятый год я заработал 300 тысяч двести восемьдесят с копеек понял хорошо я когда смотрел ваши войны в уолл-стрит вы там снимались вы говорили что у вас было десять лет без убыточной торговли то есть ни одного убыточного месяца месяца у меня зато я и студента всегда говорю мне задача хотя бы закрыть месяц плюс хотя бы один доллар у меня были периоды нам хозяин платил два раза в месяц и да у меня был период где я за период мог заработать два доллара и нас заставляли брать деньги потому что это была заработная плата попросту работали хорошо 2000 2001 2002 2003 было девять убыточных дней за четыре года у меня за последний месяц потом я когда переходил там с одной фирмы в другой как раз 2003 году я переходил с одной фирмы в другую я получил одиннадцать убыточных дней подряд такого никогда не было то есть там платформа совсем другая была пришлось платформу менять все по другу но я бы за два дня все отбил потому что и убытки всегда у меня лимитированы хорошо скажите вот как изменился рынок с того времени вот первые десять лет когда которые у вас были безубыточные не было убыточных точнее и вот последние пять лет как изменился вообще фондовый с 2008 года с 2009 практически не торговал intraday торговал средний срок ага уже средний срок да то есть каждый месяц я уносил деньги у меня были сделки 3 сделки в месяц 7 сделок в месяц ты знаешь что я скажу честно люди верят люди не верят я сейчас на семинаре вел один день последний день семинара это реальные торги и то есть люди всегда просят говорят ну вы же как бы говорите что вы торгуете покажите мы делаем воскресенье всегда домашнее задание а в понедельник у нас реальный день торгов эти кстати видео выложены в интернет мы записываем на перископ прямая трансляция не в записи чтобы люди видели что все правда и когда мы торговали я сказал я вам просто покажу что рынок не меняется практически я вам покажу что я делал то что я делал в 98 году работает и сейчас то есть это все предельно просто мы делаем воскресенье домашние задания воскресенье просматриваем акции выбираем только дневные уровни и в понедельник отторговываем дневные уровни последний раз мы торговали просто сходу то есть никаких там и лимитных ордеров мы даже не ищем какие-то красивые формации на какие-то минутки просто дневка цена и уровень мы получили мы мы имели у нас было двадцать три сделки и четырнадцать положительных шестьдесят пять процентов положительных сделок соотношение риску прибыли минимум четыре корма это здорово это было когда вот последний семинар был декабрь месте декабрь это видео в перископе было выложено есть в интернете то есть перископ это у меня есть перископ это как фейсбук лайф выходишь моменты показываешь то есть там все было это там не запись никакая люди могут в живой трансляции все видеть какие сделки выбираются как они выбираются и почему это здорово то есть то что работало восемнадцать лет назад работает сейчас может немножко другая интерпретация чуть-чуть быстрее чуть-чуть медленно но смысла нет машина которая ездила сто лет назад она абсолютно также ездит те же четыре колеса тоже там двигатель вращается цепная или ременная передача или вал коленчатый и все хорошо а тот факт что сейчас все больше и больше роботов начинают торговать на коротких таймфреймах они возят трейдеров но если ты торгуешь на крупном таймфрейме только с ценой и у тебя нормальный адекватный стол конечно интердейным трейдерам стало чуть-чуть тяжелее работать особенно на развитых рынках а-ля Соединенные Штаты Америки в той же Японии последняя статья которую я видел 60 процентов 60 процентов сделок делается роботами 60 процентов да 60 ну на Америке я думаю приблизительно столько же но когда работает крупняк роботы ничего сделать не могут потому что роботы не лезут заявки которые там исчисляется миллионами долларов просто не лезут все понятно робот его задача одна он как маркетмейкер там поставил бидоффер на небольшие суммы на большое количество сделать но широкие движения роботу не нужны то есть кого начинает сейчас пилить на мелких таймфреймах то просто можно немножечко там увеличить на более низких уровнях Хорошо, вот скажите бывает такие ситуации что твоя торговая система она хорошо работала месяц три там полгода а потом начинается месяц допустим один месяц убыточный второй убыточный и как правильно понять это перестала работать твоя торговая система или это изменился рынок торговая система практически на bees Если это только роботы, не основанные на математике. То есть просто цифры. Цифры и статистика. Рынок, естественно, меняется. Рынок то сужается, то уменьшается. Например, это как взять ресторанный бизнес. Когда в стране все хорошо, количество ресторанов растет, как грибы. Когда рынок сужается, у людей нет столько денег, выживают только самые сильные. И рестораны закрываются, открываются. Просто, чтобы ты понял, в Америке ежегодно открывается, закрывается 2000 ресторанов. Просто цифра 2000 ресторанов. Так, кто-то открылся, кто-то закрылся. Это стандартная ситуация. На рынке абсолютно точно такая ситуация. Рынок меняется, рынок сужается. Бывает такое, что рынок стал в рейндж на 25 дней, и ничего-то сделать. Как сейчас это происходит. Так ничего сделать не можешь. Да, вот откололись отверху и начинается. Тут надо только смотреть индивидуальные акции и все. Система практически всегда, ее можно чуть-чуть подпилить, посмотреть, что-то сделать, что-то ввести. Ну, как какие-то новшества. Но система, по сути дела, остается системой. Если она не на чем-то супер заумном, я не верю в супер заумные какие-то системы, что такое хороший ресторан? Хороший ресторан – то место, где хорошо готовят и хороший сервис. Все. Все. Оттого, что ты придешь и будут стоять на ушах, от этого лучше кушать. Конечно. Все. Все тебе дали свежие продукты. На рынке абсолютно то же самое. Все понятно. То есть, просто во времена, когда, допустим, ликвидность, ой, не ликвидность, а волатильность рынка меняется, немножечко можно адаптировать математическую модель. Надо понимать. То есть, может, где-то меньше потенциал брать, где-то стопики еще меньше ставятся. Когда по евро, по-моему, несколько лет назад, полтора года назад, от АР упал где-то до 60 пунктов, было очень тяжело. Потому что стоп практически такой же, волатильность внутридневная, она сузилась. Однако, плохая волатильность, когда срывает стопы, она такая же. Да, естественно, ты ничего сделать не можешь. Ты должен, единственное, что ты можешь делать, это просто очень ужесточить свою систему до коротких стопов. Только когда у тебя короткие стопы. Потому что вот у меня есть студент, который торгует Apple со стопом в 5 центах. Это тяжело поверить. Бумага 115 долларов, 120 стоит. А студенты, то есть, ищут какие-то очень сильные модели, где 105 центов. Ну, в принципе, сейчас уже это более реально. Когда на 600 стоило, это, конечно, 5 центов. Google у меня люди торгуют с 10 центами 100-700 долларов. 10 центов, там же только 50 центов спред. Там нет спреда 50 центов, там спред от 3 до 5. Ты то на уровнях. А если ты торгуешь от лимитного уровня, можно обойтись с 10 центов. Это здорово, конечно. Хорошо, такой вопрос. Вот много человек пишут, что у них маленький, допустим, депозит. У них есть хорошие результаты. Но, тем не менее, они не могут жить найти. Никто риск не возьмет. Это нормальное явление. И я на месте инвестора никогда бы в жизни не дал большую сумму человеку, который с большую суммой не работал. Расти потихонечку. На своих деньгах понемножечку. Даже элементарно в компании Герчкинко есть тима счета. Заходи, клади свои тысячи долларов. Если инвестору нравится твоя доходность, то люди будут приносить деньги. Но трейдеры должны понимать, что если человек не работал с суммой в 300 тысяч долларов, ему нельзя такую сумму давать, потому что он 20 тысяч увидит, и у него крыша по ней. Такие вещи нельзя делать. Люди, многие обижаются, что не приходит инвестор. Но инвестор не придет на человека, который никогда не заправлял большой суммой. Так же самое, честно скажу, там нехорошо в видео такое говорить, но если бы мне принесли 100 миллионов долларов, я бы обосрался. Потому что я никогда с такой суммой не работал. Я работал с суммой в 20 миллионов долларов, но в 100 не работал. Если бы мне принесли 100, вроде кто-то скажет со стороны, вроде и там миллионы, и там миллионы. Только эта цифра в 5 раз больше, и риск надо брать в 5 раз больше. То есть психологически сложно, я так понимаю. Да. Я сразу бы клиенту сказал, что если бы мне принесли 100 миллионов, я бы обосрался бы. В прямом смысле слова. Просто люди, им кажется, что если он торгует тысячу долларов, и он будет там 100 тысяч или там миллион, вроде это цифра. Я с человеком говорил, может он управляет заводом в 300 человек. Да, у меня 4 человека были в подчинении, а 300 – это всего умножить на 100. Все понятно. От того, что у тебя есть водительское удостоверение, ты БелАЗ водить не сможешь. Да, все правильно. И почему вы в свое время остановились наращивать объем, как вы говорите, 20 миллионов? Просто психологически уже вам было сложно управлять какими-то большими суммами дальше? Я всегда, у меня, во-первых, природа поведения такая, что я никогда в жизни на одну сделку как бы не ставлю ничего. То есть я если торгую, я торгую там 5, 10, 15, 20, 30 бумаг одновременно. Бывает такое, что ликвидность может не пролазить. У меня нету таких стратегий, просто вот нету. Сейчас мы в процессе, то есть мы сейчас две стратегии подрабатываем, которые очень ликвидны. То есть и 100 миллионов потяну. Но до недавнего времени у меня не было стратегии, которая могла тянуться 100 миллионов. А врать на себя то, что я не могу подрабатывать. В общем, капиталоемкость просто стратегия на такие суммы. Да, и плюс я с такой суммой не работал, поэтому. Хорошо, скажите, Александр Михайлович, вот какие бы три совета вы бы дали самому себе в момент, когда вы только начали начинать торговать? Я не знал статистику. Если бы я тогда знал статистику, я вместо трейдера там в 2-3 миллиона долларов стал бы трейдером в 20-30. Реально. У меня бы все на это было. То есть это сейчас я людей учу как раз тому, что в чем бы мои проблемы были. У меня было 85% положительных сделок. 85%. У меня не было убыточных дней. Я просто должен был каждый день брать и поднимать объемы, поднимать объемы, поднимать объемы. У меня была такая возможность. Но я тогда не смотрел, не понимал, что такое статистика, что такое цифры. Как бы я понимал, но не до конца. Если бы тогда был возле меня какой-то большой брат, который сказал, сегодня мы заходим не на 100 тысяч, а на 120. Завтра мы заходим на 150, послезавтра на 170. То были бы совсем другие цифры. Все понятно. Но тем не менее, три совета тем, кто сейчас начинает, которые бы вы сами себе дали в прошлом. Фундаментальные, может, какие-то советы. Я все правильно делал 20 лет назад. Абсолютно. Я не изменился вообще. Ничего бы не изменился. Малый объем, было бы по-другому совсем. Это единственное. Все. То есть чисто верить в свою статистику и в свои цифры. Больше ничего. Все остальное я делал пошагово и по инструкции. Все понятно. Теперь давайте вопросы, которые вам написали, скажем, даже участники конференции. Стоит ли использовать трейлинг стоп, если стоит, то какого размера для основных валютных пар, если не стоит, то почему? Ответ, да, стоит, если вы сидите в средний срок. Стоп всегда надо подтягивать. И тут люди иногда просят пануцею. Здесь нет пануцеи. Это приблизительно спросить, с какой скоростью ездить на машине по городу. Если ты на трассе, одна скорость. Если это снег, другая. Если дождь, третья. Если в горку, это четвертая. Если с горы, это пятая. Ответ на вторую половину вопроса абсолютно его нет. Трейлинг стоп, то есть все в зависимости от того, как вы торгуете, на каком таймфрейме, где вы ставите стоп, за какие уровни вы ставите стоп, за дневные, за пятиминутные, за тридцатиминутные. Но трейлинг стоп нужно использовать, если у вас большая позиция, вы ее дробите или хотите высидеть более длинное сильное движение. Я, когда у меня большая позиция, всегда, среднесрочная позиция, всегда используют трейлинг стоп. Хорошо, и тогда второй вопрос, тоже похожий, по похожей теме. Вы, ну, очень много говорится о точках входа, на семинарах, ну, и в принципе все говорят, но мало кто говорит о точке выхода. И человек спрашивает, как правильно выходить из позиции, когда правильно выходить из позиции. Я всегда говорю как раз, я не знаю, откуда это пошло, я всегда говорю о точке выхода, она абсолютно для меня такая же важная. Я всегда выхожу по тейку. Всегда. У меня либо тейк, либо технический, то есть графический, ближайший уровень. либо стандартный тейк три к одному, четыре к одному, пять к одному, остатки. Другого ничего нет. Все понятно. Я хотел, то что я пытался на первом занятии рассказать, есть очень известный математик, сейчас вышла его книга на территории России, 1200 страниц, Перри Каффман. Это очень известный математик алгоритмист. Он всегда говорит одну вещь, если систематически использовать статистические тейки, то человек на дистанциях гораздо больше зарабатывает, чем тот, который выходит стихийно и по-разному. То есть если брать все время три к одному, четыре к одному, количество твоих положительных сделок будет лучше. Как раз вот у нас там студент Макс сидит, он как раз мне задал этот вопрос, даже немножко расстроился. На что я сказал, что он большой молодец, он только отучился на семинаре, его последняя сделка была шорт Газпрома, Газпрома, да, Макс? Он взял в сделке восемь к одному. А после того, как он вышел со сделки, сделка еще два дня по-простому шла в его сторону. На что я сказал, ты все равно большой молодец. То есть выселить все движение невозможно, даже мне. Да, да, да. Единственное, что я ему сказал, что когда у него будет более большая позиция, он просто сможет ее дробить и там он бы вышел и часть какую-то оставил и просто досидел бы. Вот это надо себя приучать. Потому что самые большие деньги все равно как раз делается, конечно, когда ты ставишь самые большие тейки. Все понятно, хорошо. Такой вопрос. Используете ли вы в своей торговле роботов? Если да, то каких? По каким стратегиям торгуют? На каких платформах? Есть, мы сейчас сделаем одну очень интересную вещь, которую разрабатывали 10 лет. Я о ней не буду говорить, потому что я недавно прочитал в одной очень интересной книге, что когда человек рассказывает о том, что он пытается делать, то КПД падает на 90%. Причина предельно проста, абсолютно не интересная очень научная работа была. Абсолютно не из-за того, что кто-то его глазит, а система такая смешная, когда человек рассказывает, вот я сейчас делаю это, он уже воодушевляется заранее и у него КПД начинает падать, потому что он считает, что если он рассказал, он это реально делает. Человек делает только когда он полностью сосредоточен на одной какой-то вещи, вот тогда он ее делает. А когда человек начинает рассказывать, он нет. То есть мы работаем над этим проектом очень много лет и скоро уже будет. У меня есть роботы, которые я лично дизайн, как раз сейчас робот, он сейчас в стадии торговли. То есть я всегда первый месяц торгую только на свои деньги, смотрю, как робот отрабатывает. Самое главное, чтобы робот отработал один в один так, как он показал на истории. То есть я всегда закладываю там на 30-40% меньше иногда, на 50% меньше, да. И я использую, у меня есть либо чересчур очень сложные вещи на уровне искусственного интеллекта. Нейросеть. Нейросеть – это маленькая составляющая искусственного интеллекта. Либо это очень простые паттерновые вещи, которые как бы всегда работают, они в какой-то момент перестают работать, когда на рынке какой-то катаклизм. Но их очень много, то есть я никогда там одного робота не запускаю и на одном инструменте. Потому что это подгон. Если ты берешь одного робота там на одном инструменте, это подгон. Если ты меняешь там определенные циклы, то ты подгоняешь математику. Все. То есть она должна работать. У меня когда-то, у меня есть очень близкий друг, который когда-то был chief algorithmic strategies в тройке диалог. Он мне сказал, что если робот работает, то он должен работать на всех таймфреймах, на всех инструментах. И вот когда, если мы какого-то робота делаем, как раз это первое условие, что он должен работать на всех таймфреймах и на всех инструментах. Все понятно. А на каких вообще роботы где работают? На Форексе, на Америке? И Форекс, и Америка. И Америка, да. Другие. И сейчас мы в процессе написания точно такого робота, который я написал на Форексе, на фьючерсах. Потому что все, что на Форексе, это все приходит с фьючерсов. Я хочу очень многим людям рассказать, потому что на семинаре задали вопрос, откуда берутся цены на Форексе. Цены на Форексе берутся с фьючерсов. С фьючерсов. Все остальные кросс-пары, это уже спрос-предложение. Там доллар отдельно, отдельно, там мексиканский, песо и все остальное. Но все цены образования всегда идут с фьючерсов. Все понятно, спасибо. Скажите, вот вопрос по стакану и ленте. Можете ли вы предположить, как изменится стакан и тейп на Америке? Нет. Я скажу больше, я уже очень много лет не преподаю ни стакан, ни ленту. И когда у меня как раз был тульский офис, в начале мы учили людей торговать и стакан, и ленту. Когда они были актуальны. Потом, когда появилось огромное количество эсиенов и маркетмейкеров и роботов, мы перестали смотреть. Потому что очень часто сами роботы в стакан вгоняют большой объем, которого на самом деле нет. Мы перестали торговать. У меня есть студенты, которые используют футпринт и все остальное. Я использую очень простые вещи. Это уровень и объем. Уровень и объем. Понятно. И давайте тогда в конце один совет тем, кто хочет начать. Ты же говорил 50 минут. Я просто некоторые вопросы пропустил. Нет, можно задать любые. Ничего страшного. Хорошо. Правильно ли… Если даже вопросы налоговой декларации, у меня в телефоне есть налоговая декларация. Нет, кстати, таких вопросов не было. Нет, потому что мы недавно сделали видео и показали. Я в том, что на самом деле я единственный преподаватель, который научил людей в Туле полностью вот так, да я и дал нам свои деньги. Единственное. Ну да, да. Когда со мной начинает кто-то попытается попасть в перепалку, я сказал, вот ты положи свой язык туда, куда ты сказал. Возьми человека, научи и дай свои деньги. Если это сделаешь, тогда ты действительно заслуживаешь право быть преподавателем. А если ты там заработал там 300 тысяч рублей или даже там 100 тысяч долларов и пытаешься учить, ты дашь своему студенту деньги или нет? Вот и все. Да, да, конечно. И у меня таких, чтоб ты понял, было несколько сот человек и все деньги были мои. Никаких заемных средств не было. Да, и сколько в итоге все это заработалось? Заработалось много. Много. Ты имеешь в виду денег? Да. Ну я имею в виду, да. Много миллионов. Много миллионов. Да, у меня, чтоб ты понял, были студенты, которые за день могли заработать от 30 до 40 тысяч долларов. За день? Да. Им было по 20 лет. Почему вы в числении был я? Потом они просто обленились, они просто обленились и думали, что деньги будут падать с потолка. И рынок немножко изменился. Рынок изменился. Потом они, в принципе, стали зарабатывать 3 тысячи долларов, но они жили воспоминаниями, когда… Ну это как секс, знаешь? У тебя один раз получилось, у тебя один раз получилось там час в сексе продержаться случайно. В принципе, и ты это час все время вспоминаешь, а на самом деле все среднестатистическое. Люди привыкли жить воспоминаниями. Я тоже когда-то протягивался больше 50 раз и был плотным парнем, да, и все остальное. Ну это же время прошло. А сейчас сколько? Я думаю, что я 10 не потянусь. Нет. Я, в принципе, как бы довольно-таки крепкий, я могу там 3 часа тренировку отбегать, я играю в бадминтон с профессионалами. То есть ребята, которые со мной играют в бадминтон, я, наверное, самый непрофессиональный игрок. У нас ребят на уровне кандидата мастера спорта, мастера спорта. Ага. Летом, когда, например, я в Монако отдыхаю, я могу 10-12 километров по горам без проблем. Ну вот, протягиваться, естественно, мне мышечной массы уже просто не хватает и возрезываю. Я когда протягивался 50 раз, я весил 60 килограмм. 60, наверное. Да. Это немножко большая разница. Ну да. Сейчас мне 61 и мне уже, мне тяжело. Я стараюсь, конечно, физионом, когда ты все же занимался спортом, у тебя мышцы немножко уже другие, все по-другому. Ну это, скорее всего, больше отмазка, действительно, если бы я захотел. Я недавно, знаешь, я думаю, что вы этот ролик должны будете вставить в видео. Это просто, я просто был поражен. Значит, были соревнования по отжиманиям где-то в каком-то парке. И был человек, которому было 80 лет. Бывший человек, который прошел войну. Так вот, там уже все умерли, а он продолжал отжиматься. Я вроде бы даже видел это видео. Ты видел это видео, да, то есть он просто вообще без остановки. Я, во-первых, такой даже скорости просто не видел. И видно было, что человек, обычно когда человек отжимается, начинает уставать, замедляется скорость. И естественно, он уже не так достает до пола. Это человек, ему 80 лет, наверное, было. Ну реально, как поршень, просто там скорость вообще не сдавала. И это видео есть в интернете. И, по-моему, называется там «Ветеран отжимается». Вот это просто было из области фантастики. То есть это скорее всего отмазка, потому что я там занимался спортом. Моей сестрой муж, он занимался предкладными видами спорта. То есть комбат, айкидо и все остальное. Так вот наш тренер, кстати, кто захочет зайти в интернет, могут посмотреть. Зовут его Евгений Радишевский. Он один из, единственный из русскоязычных. Сейчас, по-моему, шестой или седьмой дан у него по определенным дисциплинам. Он самый титулованный из Советского Союза. И там он сейчас в Украине живет. Самый титулованный боец. Вот Женя сейчас, Женя старше мне на три года. Так вот у него на каждый день рождения, если у кого-то какая-то цель пойти водочкой попить или еще что-то, у него задача. Он отжимается двести раз и пятьдесят раз потягивается. Двести раз и пятьдесят. Да. Он на три года старше мне. Можете зайти в интернете, просто показать этого человека. Это как бы, ну, супер мой кумир. Моей сестры, муж я просто себями пользуюсь. Не понимаю, как это называется. Не тестья там. Сестры или еще кто-то. Что-то такое. Я не знаю, как это называется. Они были на показательных выступлениях. Моей сестры, муж получил второй данный. А тут, по-моему, седьмой или восьмой. Притом мы там президент ассоциации. Просто вот в интернете посмотрите. То есть, ну, мега человек. Вообще железный. Ощущение, что там. Он занимается. Каждый день занимается. Это его смысл. Я занимаюсь трейдингом. Это мой смысл жизни. Но никогда не надо забывать спортом заниматься. Просто в левом тонке начинаешь заниматься спортом. Делаешь на какие-то упражнения, когда тебе болит начинаешь. Когда тебе не болит, все зашелись. Понятно. Вот такой вопрос. Правильно ли я понимаю, что глобальный тренд мы определяем на дейли за 3-5 последних дней? Нет. Глобальный тренд это общая тенденция направления рынка просто на наклоны. Как и на каком-то инфрейме определить локальный тренд? Если уровни. На дневке. Тоже на дневке. Это ближайшие уровни поддержки сопротивления. И где цена относится относительно этих уровней. Вопросы, которые многие люди задают. Это вопросы, которые задают ленивые люди. Объясните почему. Видео по уровням в интернете 150. Очень много. Такой вопрос. Вы говорите, что при торговле нельзя отдавать более 25% прибыли. Деньги со стола надо забирать. А если я ставлю соотношение риск прибыли 1 к 3. Цена прошла 1 стоп. Я отвечу на этот вопрос. Это не совсем правильный вопрос. Потому что имеется ввиду глобально по дню. А не по сделке. То есть у каждого трейдера в какой-то момент вырабатывается какая-то средняя цифра, которую он зарабатывал. Средняя. Например, это тысячу долларов. Он среднюю выработал. Все, что выше тысячи, это выше среднего. Все, что ниже тысячи, это ниже среднего. Если он выработал тысячу, он не может откатиться до 700. Если у него полторы тысячи, он не может отойти 25-30%. Все. То есть не является по акции. По акции ты должен сидеть либо тейк, либо стоп. Это имеется ввиду общая ситуация по дню. Или месяц. Ты идешь, у тебя месяц 10 тысяч долларов. И ты знаешь, что это выше среднего. Все, ты не можешь уйти и потерять 5 тысяч долларов. А представишь, когда там самая большая проблема, когда у тебя инвесторы. У нас была такая ситуация один раз. Я там разметал всех. В какой-то момент, например, мы сидим плюс 12%. Потом просто 12% отдается и уходится на минус 3. Это еврейский бизнес. Так неправильно. Лучше сохранить, что есть. Ты смотришь, и человек тебе придет и предъявит претензии. Будет прав на 100%. Согласен. Ну и давайте, теперь уже точно конец. Конец нельзя говорить. Я когда сказал в Беларуси, у нас ребята сидят в офисе. Мне поправильно сказали, что они сидят, а находятся. Поэтому лучше такие слова не прибегать. У нас три партнера, Герчи Кинко и один из моих партнеров Андрей. Я когда говорю слово «Если», он говорит, я тебя умоляю. Но видишь, забудь слово «Если», возьми слово «Когда». Я стараюсь, у меня есть иногда слова «паразиты», и я стараюсь избегать именно слов «паразитов». То есть напрочь. Я правда все равно не понимаю до сих пор, почему в Беларуси говорят «поехали на офис». Один совет тем, кто хочет начать торговать. Что вы им скажете, чтобы они не совершили ошибок, каких-то не строили иллюзий и так далее? Вопрос номер один, он уже ошибочный. Потому что любой человек в любом начинании, в любом виде действия, которое он делает первым, он все равно сделает ошибки. Исключений нет абсолютно. Все делают ошибки в любой момент. То есть человек всегда по жизни ошибается очень много раз. Что очень хорошо. Потому что я считаю, что ошибки реальны. Это двигатель. В прямом смысле слова. Я про сына своего рассказывал. Как многие говорят, что лень – это двигатель, ошибки – это двигатель. Как один говорят. Говорят, там в одну реку дважды не войдешь. Он говорит, я в одну реку вошел дважды, еще и на грабли наступил. Поэтому задача одна – все записывать на бумажке. Вот все в прямом смысле слова. Человек должен понимать. Когда мы сегодня ввели семинар, я сказал, грабь заключается только в одном вещах – это понимать, откуда берется движение и его описывать. Потому что если человек не записал, человек не запомнит. Чего нет, его на бумаге нет. У меня всегда, вот даже в календаре, даже когда я прихожу на семинар, у меня по пунктам всегда расписано, что я рассказываю. Если я вижу, что я не успеваю, я вожу галочку и рассказываю на следующий день. Потому что память человека ровно помнит столько, насколько человек хочет помнить. Вот ты помнишь, что ты мне деньги доложил? Нет. Видишь? Не помню, потому что не должен. Вот. А я помню, что ты мне должен. Ну, потом рассчитаемся. Вот. Видишь? Я тебе пытаюсь сказать, что когда в любой ситуации всегда есть тот, который помнит, а есть тот, которому помнить нехорошо. Знаешь, есть хороший анекдот, когда говорят, там, Рабинович, что вы будете делать, когда выиграете миллион долларов в лотереи? Я отдам долги. А остальные? А остальные я подожду. Понятно. Спасибо большое, Александр Михайлович. В принципе, все вопросы мы узнали от вас. Я думаю, это будет всем очень полезно. Спасибо большое. Спасибо. Как-то руку пожать, да? Ну, нельзя же. Да, я тоже в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Шукова Ормашина 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 Субтитры сделал DimaTorzok